ДТП в Крае Деньги на футбол. На чьи средства планируется провести чемпионат мира 2018 года? Мусорный отбор. Каким вещам больше нет места в обычном мусорном баке? Активные дети. Что делать, если ваш ребенок проявляет чрезмерную активность? Ну а в начале выпуска самая обсуждаемая новость этих выходных. Пробка, затянувшаяся в пятницу 15 ноября, возникла в случае очередного ДТП на дорогах города. А именно на участке дороги близ магазина дорожной по улице Всеобуча. Все произошло очень быстро и не менее спонтанно. Около 6 часов вечера, в то время, когда многие возвращались домой. Водитель автомобиля УАЗ выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобильным КАМАЗ и его отбросило на автомобиль УАЗ-2104. На аварии поставил еще автомобиль Тойота. В тот же вечер в сети интернет появилось видео, снятое на видеорегистратор одного из очевидцев ДТП. На кадрах отчетливо видно, что маневр, на который решился водитель УАЗа, изначально был плохой идеей. На другом видео очевидца аварии видно, насколько раскорежен автомобиль УАЗ-4 модели. В момент ДТП, в котором находились 3 человека, все они погибли до приезда скорой помощи. Также в аварии пострадало еще 6 человек с травмами различной степени тяжести. Они доставлены в городскую больницу номер 2. Нас интересует информация о пострадавших в ДТП в пятницу. Есть какая-то информация о сегодняшнем их состоянии? Факт вам известен, что они поступили. А вот о дальнейшем, только с их согласия я могу вам сказать, что с ними и как. Узнать, в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие, нам так и не удалось. Все официальные комментарии возможно получить только с письменного разрешения родственников. По чьей вине люди, направляющиеся с работы, думаю, так туда и не попали. Мы узнали у старшего лейтенанта полиции Татьяны Беловкиной. Виновником аварии является водитель автомашины УАЗ, который на улице Всеобыч выехал на полосу встречного движения. По факту ДТП уже заведено уголовное дело. И максимальный срок, который может грозить виновнику аварии, это 9 лет колонии. Водитель сейчас, виновник аварии, он сейчас в больнице или он отказался? Здесь у нас информации нет по этому факту. Но то, что он с места аварии скрылся первоначально, и то, что были родственные мероприятия, осуществлены ГИБДД полиции, то есть это имело место. Автомобиль – это не роскоша, средство передвижения. В руках неопытного или нетрезвого водителя может стать орудием убийства. Поэтому, садясь за руль своей машины, помните, что высокая скорость крайне редко приводит к положительному исходу событий. Илона Измайлова, Сергей Зибзеев, телекомпания Соль-ТВ. Телекомпания Соль-ТВ выражает искренние соболезнования всем семьям погибших. Продолжая тему аварии, сотрудники ГИБДД всего края приняли участие в организации и проведении традиционных мероприятий, посвященных Дню памяти жертв ДТП. Этот день ежегодно проходит в 3 воскресенье ноября. В этот день сотрудники госавтоинспекции сдают донорскую кровь для пострадавших в ДТП. Раздают белые ленточки водителям, запускают белые шары в небо. Посещают детей, травмированных в результате ДТП. Кроме того, во всех храмах проходят поминальные службы. А вспомнить, как говорят сотрудники, есть кого. По статистике, за 10 месяцев этого года в регионе произошло почти 4,5 тысячи аварий, в которых 5705 человек получили ранения различной степени тяжести. И погибло 492 человека. О том, какие новости привлекли внимание нашего редактора, смотрите прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отказано в доступе. Гугл, Ютюб, а также соцсети больше недоступны сотрудникам администрации Пермского края. Чиновники больше не смогут воспользоваться поисковой системой и даже почтой Gmail. Доступ к ней тоже ограничили. Цель всего мероприятия, а также срок, который оно продлится, не раскрывается. Опасные увлечения. В одной из пещер Ординского района Пермского края во время занятий дайвингом погиб турист. Произошло это 15 ноября. Тогда группа туристов из Ижевска в составе пяти человек совершали погружение. Основной версией следствия является нехватка воздуха. По факту гибели туриста ведется проверка. Заметим, пещеры всегда привлекали внимание туристов. Более того, наибольший интерес представляют так называемые пещеры повышенной опасности. Ежегодно в них гибнут люди и ежегодно туда вновь едут туристы. Мигрантам есть к кому обратиться. В Пермском крае начала работу общественная приемная для мигрантов. В приемной иностранные граждане смогут получить консультации по вопросам миграции, правам и трудоустройства начала работать в Пермском крае. Также специалисты приемной будут консультировать работодателей, привлекающих или желающих привлечь иностранную рабочую силу. Замечу, адрес приемной на Пермском региональном сервере не раскрывается. Есть лишь номер телефона горячей линии, который, как нам удалось выяснить, пока тоже недоступен. В Соликамск пришла настоящая зима. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время нас ожидают сильные метели и низкие температуры. О том, какая погода ждет нас уже завтра, узнаете после рекламы. А в завершении выпуска вы увидите. Мусорный отбор. Каким вещам больше нет места в обычном мусорном баке? Активные дети. Что делать, если ваш ребенок проявляет чрезмерную активность? Телекомпания СНТВ приглашает в команду корреспондентов. Вышеобразование, творческое мышление, инициативность обязательная. Заработная плата А-класс плюс процент. Звоните по телефону 707-83. Во вторник, 19 ноября, Соликамские термометры днем покажут минус 9 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Пасмурно, осадков не ожидается. Ну а теперь о погоде в других городах. Вчерные термометры покажут минус 10 градусов облачно. В Перми днем ожидается минус 8 градусов пасмурно. У Губахи температура днем минус 9 градусов пасмурно, осадков не ожидается. В Екатеринбурге днем минус 5 градусов облачно. Российские чиновники в гонке за Европой пишут все новые и новые законы. И поправки к ним. Школьники уже сегодня сдают ЕГЭ, как и за рубежом, а чиновники работают в рамках электронного документа оборота. Теперь вот очередь дошла и до мусора, точнее до его сортировки на стадии выброса. Теперь это дошло и до Соликамска. За границей еще в 80-х годах стали сортировать мусор по разным контейнерам. В Соликамске же мусор выбрасывается в один бачок, причем не всегда попадает в него. Мы решили спросить соликамцев, а нужно ли в нашем городе сортировать мусор. Баки нужны, мне кажется, надо попытаться это дело делать. Ну, можно, да, сделать. Лучше, не лучше? Лучше будет. Все-таки нужно? Нужно. А сами будете разделять потом мусор? Буду. Конечно, да, обязательно. Как оказалось, люди очень даже обеспокоены правильным выбросом мусора. И вот их беспокойство было частично услышано. Неделю назад у нас в городе появились баки для утилизации батареек. Людмила Боброва живет в доме, рядом с которым установлен один из таких контейнеров для ламп и батареек. Людмила даже обрадовалась такому новшеству. В этих штанах разделяют? Тем более, вот лампочки сейчас эти новые продают. Как они называются-то? Энергетизберегающие. Энергетизберегающие, они тоже горят. И даже страшнее кидать мусор. Лучше отдельно подошла, выкинула. И не одна у нас все тут бабушки такие, как сказать, умные. На сегодняшний день в городе установлено пять экспериментальных баков под батарейки и лампочки. Расположены они как в северной, так и в южной части города. Контейнеры были установлены отделом по экологии и природопользованию в рамках действующего закона об утилизации ртутно-содержащих предметов, которые нужно собирать отдельно. А вот что будет дальше с собранными батарейками, нам рассказал заместитель начальника отдела по экологии Александр Рыжков. Утилизация батареек в России не организована вообще. Их вывозят только в Европу. То есть сначала их будут транспортировать в Пермь, а из Перми уже дальше в Европу. Получается, что все ваши собранные батарейки и лампочки поедут за границу. Но только после того, как бак будет наполнен до краев. В Соликамск, как и за границу, пришло время сортировки мусора. Для использованных батареек и лампочек уже установлены баки. Возможно, скоро нам предложат отделить от общего домашнего мусора стекло и бумагу. Научатся ли соликамцы сортировать мусор, покажет время. Но пока баки стоят, и нужно сделать просто правильный выбор. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания «Сольтовая». Ребенок плохо засыпает и ведет гиперактивный образ жизни? Сначала вам это нравилось, но сейчас не очень. Наш дежурный выпуск «Психолог» Ирина Самурока, кажется, знает, что с этим делать. Сегодня мы рассмотрим вопрос «Гиперактивный ребенок». Хорошо это или плохо, и надо ли что-то делать? В 20% случаев это медицинский диагноз, и тогда нужно медикаментозное сопровождение. Да, нужен невролог, хороший профессионал, качественные медикаменты. В 80% случаев нужно понимать причину. Дети становятся гиперактивными. Возможно, от того, что им некомфортно. Они могут испытывать тревогу, постоянное состояние тревоги, беспричинно причем. Вот вроде бы находятся в детском коллективе, ничто его не пугает, все комфортно, все ему знакомы. А вот он не может остановить себя, не может быть внимательным, сосредоточенным. Тогда я бы как психолог стала исследовать семейную среду, все ли там в порядке у папы с мамой, а нет ли бракоразводного процесса, а нет ли какой-либо потери, может кто-то из близких умер. Даже смерть кошки может повлиять на состояние ребенка, и тогда для него все остальное не актуально. А есть внутреннее переживание, которое он не может ни с кем разделить, и от этого ему неспокойно. То есть, значит, одна из причин такой гиперактивности, в кавычках я бы сказала, я это могу назвать чрезмерной активностью, внутреннее какое-то неразмещенное переживание. И тогда его внутреннее состояние вступает в конфликт с внешним окружением. Внутри некомфортно, нехорошо, внешне вроде бы все хорошо. Нужен специалист. Если у вас есть вопрос к нашим экспертам, звоните по телефону 707-83 или оставляйте их на нашем сайте www.3wsoldefistovia.ru Мы обязательно на них ответим. И в завершение выпуска, сегодняшний день в календаре отмечен днем рождения Деда Мороза. До конца года осталось совсем немного, и если в этом году вы что-то сделали не так, то постарайтесь это исправить, и тогда Дедушка Мороз обязательно принесет вам хороший подарок. На этом у меня пока все. Телекомпания Соль ТВ желает вам интересных, полезных, а главное, хороших новостей. В студии была Илона Измайлова. Увидимся с вами завтра в 18.30 на телеканале «Звезда». Всего вам доброго. Мы этого долго ждали. 29 ноября в развлекательном комплексе «Чайка» пройдет презентация новой концертной программы легендарной группы «Лаос». Только один концерт, только живой звук. Хорошее настроение и уютная обстановка гарантирована. Заказ билетов по телефону 2-22-25. Информационная поддержка Соль ТВ. Телекомпания Соль ТВ приглашает в команду корреспондентов. Вышеобразование, творческое мышление, инициативность обязательна. Заработная плата А-класс плюс процент. Звоните по телефону 707-83. Заработная плата А-класс. Овнам на этой неделе нужно больше работать и поменьше разговаривать о своих личных делах. Все свои эмоции лучше держать при себе. Телецам стоит найти свободное время, чтобы выделить его друзьям. Постарайтесь не сильно задерживаться на работе. Вам полезен приятный отдых. Близнецы будут похожи на джинном. Все ваши проблемы и поставленные задачи будут решаться с волшебной легкостью. Постарайтесь на этой неделе не давать обещаний. Ракам судьба готовит неожиданные сюрпризы. Будут они и приятные, и не очень. Поэтому будьте осторожны. И помните, иногда новое – это хорошо забытое старое. Львам нужно набраться терпения. Неделя будет сложна и непредсказуема. Вам придется выполнить обещания давних лет и постарайтесь не ругаться с начальством. Есть вероятность остаться без премии. Всю неделю вокруг Дев будут происходить разнообразные события. Рассчитывать нужно только на свои силы. Помощь со стороны лучше не воспринимать. Она может оказаться медвежьей услугой. Весам на этой неделе лучше заняться домашними делами и работой. Но только не самокопанием. Ваши выводы будут ошибочны и поэтому вызовут у вас расстройство. Скорпионам следует подружиться с временем, иначе есть риск остаться без работы. Распределяйте время правильно. На выходных займитесь домом и отношениями. Стрельцам лучше не оставаться с начальством наедине. Общение может быть неприятным. Вы сейчас воспринимаете все близко к сердцу. Расслабьтесь, жизнь идет своим чередом. Козероги, смело отправляйтесь в отпуск. Удача на вашей стороне всю неделю. Стройте планы на будущее. Все ваши мечты воплотятся в жизнь. Водолей будут похожи на золушку. Всем нужна будет ваша помощь, но это вам только на пользу. Ваши труды оценятся очень высоко. В выходные приступите к заслуженному отдыху. Рыбы, гоните прочь апатию и лень. Иначе можете повредить своей профессиональной репутации. Неделя подходит для новых начинаний и романтических отношений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова